Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп на июнь 2024 года для близнецов. Близнецам июнь принесет куда больше удачи, чем даже они рассчитывают. Однако вам не стоит опускать руки и почивать на лаврах. Нужно быть на стороже и держать все в руках, потому что подводные камни есть в любом течении русла реки. Будьте бдительны, особенно в местах большого скопления людей, а также с коллегами, потому что некоторые коллеги так и норовят приписать все ваши заслуги себе. Вам не стоит верить обещаниям, которые вам будут давать в июне, потому что про них просто забудут. Значимыми событиями для близнецов это будет новолуние 6 июня, в новолуние близнецы почувствуют прилив сил и энергии. У вас появится желание свернуть горы и объять необъятное. И причиной всего этого будет успешно завершенный, доверенный руководителем выгодный проект, потому что большая прибыль к вам придет от давних инвестиционных вложений, либо какая-то крупная материальная выгода. И если у вас давно есть план реализации чего-то, то пора как раз приступать к его воплощению. И пусть это будут только первые какие-то маленькие шажочки, но июнь уверяет, что сейчас для этого настало время. И если вы сделаете это в июне, то у вас в дальнейшем будет прекрасная возможность собрать богатый урожай, потому что в этот период близнецы могут почувствовать, что им необходимо обновление. И, скорее всего, вы захотите сменить имидж или просто назначите визит к парикмахеру. Некоторые близнецы сделают попытку найти общий язык с теми, с кем никак не могли обрести взаимопонимание. Но вот именно в период новолуния ваш душевный порыв будет вряд ли воспринят с энтузиазмом, но вы будете знать, что вы хотя бы попытались что-то сделать. Другим значимым событием будет период полнолуния, 22 июня. И для близнецов это будет время освобождения от того, что вам мешает жить и свободно действовать. В эту категорию, в категорию лишних, у вас, близнецы, могут попасть какие-то надоедливые люди, старые вещи из шкафа, какие-то установки из прошлого. Поэтому ни о чём не сожалея, спокойно избавляйтесь от всего этого. И в это же время в вашей жизни, скорее всего, произойдут какие-то глубинные и очень значимые перемены. Если вы давно испытывали чувство вины перед кем-то или обиды, то это чувство обязательно уйдёт. А к тем, кто чувствовал диссонанс в отношениях со своим партнёром, наконец, придёт умиротворение. И в полнолуние на первый план у вас, близнецы, выйдут вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Это ипотеки, кредиты, займы, алименты. Не стоит их игнорировать. Постарайтесь решить проблемы как можно скорее. В плане карьеры главное событие для близнецов – это будет, что они наконец-то поймут, что коммуникабельность и хорошие отношения с коллегами творят чудеса. И вы станете центром притяжения коллектива. Вас будут слушать, следовать вашим советам, а главное – слышать. Вы сможете поделиться с сотрудниками или со своими подчинёнными собственными знаниями и заслужить их уважение, проявив себя в качестве очень значимого, такого крутого эксперта. Во второй половине июня вы можете увлечься разработкой собственной стратегии по улучшению своего финансового положения. А это отличное время для работы над документами и закрытия старых долгов, а также прогнозирования будущего. Вам будет легко найти нужную сумму на решение важных вопросов. И практически весь июнь деньги к вам станут приходить из разных источников и даже в неожиданно приятном количестве. В финансовом плане, начиная с 3 июня, когда Меркурий войдёт в близнецы, у вас наступит благоприятное время для бизнеса и финансов. Июнь – это месяц будет примечательным для вас тем, что вы сможете легко найти компромисс между выгодными и горящими именно для вас задачами. Финансовый успех в любом случае всегда будет на вашей стороне в июне. До середины июня вы легко сможете развернуть любую финансовую ситуацию в свою сторону. И, например, договориться на работе о более выгодных для вас условиях или сдать в аренду ненужное вам помещение или получить согласие даже там, где не ожидаете лояльного отношения. Также в июне вам стоит попробовать оформить субсидии или льготы от государства. Это удачный период, чтобы получить денежные компенсации или долги, о которых вы давно забыли. Вам нужно только запустить и как-то активизировать этот процесс. Может быть, обычным напоминанием о долге. В плане любви. Если вы одинокие близнецы, то в начале июня вы можете почувствовать себя никому не нужными. На вас может накатить тоска, разочарование в людях. Вы можете копаться в собственном прошлом, обвиняя весь мир в собственных любовных неудачах. Однако вам все-таки стоит заострить внимание на своих недостатках. Например, соответствуют ли вы сами требованиям, которые предъявляете к потенциальным партнерам. Ближе к третьей декаде июня у вас все станет на свои места. Вы поймете, что для судьбоносной встречи пока просто не пришло время. Рабочие вопросы, командировки, вечеринки с друзьями могут и как раз вовремя отодвинуть вот эти ваши сердечные переживания на второй план. Однако вам стоит присмотреться к своему окружению, потому что вполне вероятно, что вы упустили из вида важного вам человека. Если вы семейный человек, то семейные близнецы почувствуют, как сильно укрепился их авторитет в кругу родных и близких. И все-таки гороскоп предостерегает вас от излишней заносчивости и самовлюбленности. Вам стоит помнить, что семья – это союз равных и понимающих друг друга людей. Не требуйте к себе какого-то особого отношения. Многие близнецы, семейные близнецы, почувствуют острую необходимость как можно больше времени проводить с любимым человеком. И вот душевная обстановка дома, вот эта гармония и взаимопонимание, это будет лучшим подарком для тех, кто особенно вам важен. Вообще вот близнецам в июне надо быть лояльнее к окружающим, потому что придирки к близким или коллегам по пустякам не принесут вам желаемого равновесия душевного или какой-то другой выгоды. А такое поведение скорее спровоцирует только обиды и разочарования в вас, как в воспитанном и мудром человеке. В плане здоровья близнецам в июне не надо ничего делать слишком. Не пить слишком холодных напитков, не увлекаться слишком физическими нагрузками, не рисковать слишком своими финансами, потому что всё это может привести к не очень хорошим последствиям, к травмам, к болезням, к нервному срыву даже. В июне вам, близнецы, полезны очень прогулки около водоёмов или ежедневное купание в бассейне, в открытой воде. В первой декаде июня близнецам стоит проявлять свой профессионализм и лидерские качества в коллективе, потому что пришло время заняться реализацией поставленных целей. Во второй декаде июня близнецам надо браться за новые задачи, но только в том случае, если у вас уже закрыты все текущие и особенно старые дела и проекты. Но также вам нужно избегать излишнего рвения в работе, потому что вы можете выбиться из сил и бросить всё на полпути. А в третьей декаде июня близнецам не стоит почивать на лаврах и каких-то заслугах прошлого. В любом деле есть свои препятствия, и в конце июня вы вполне можете наткнуться на какие-то препятствия, поэтому будьте готовы к не самым приятным неожиданностям. В плане любви, несмотря на то, что Венера в июне наделит близнецов харизматичностью, привлекательностью, на начало серьёзных отношений вам рассчитывать не нужно. Близнецы не будут обделены вниманием противоположного пола, однако дальше романтических свиданий под луной дело всё равно не продвинется. В денежном плане целеустремлённость и решительность близнецов сделает невозможное возможным. Руководство обязательно заметит ваше рвение к работе и ваши успехи, и как-то вот в денежном плане оценит по достоинству все ваши заслуги. Но тем не менее, звёзды предостерегают вас от незапланированных крупных трат. Вам стоит быть аккуратнее в важных финансовых вопросах весь июнь и рассчитывать свой бюджет, потому что если придётся искать компромисс между надо и выгодно, интуиция покажет вам верную дорогу. И поэтому вам стоит прислушиваться к своей интуиции. И, подводя итоги, можно сказать следующее, что близнецам в начале июня будет особенно ввести в деньгах. Тех, кто работает в офисе или на предприятии, ждут очень интересные предложения от руководства. И это может быть повышение по карьерной лестнице, либо поручение важного и сложного проекта. К середине июня близнецы почувствуют, как легко и просто им даются задачи, которые раньше им казались невыполнимыми. А к концу июня возрастёт вероятность обманов от посторонних и даже некоторых знакомых людей. И близнецы имеют все шансы стать жертвой карманных воров или эпицентром интриг и сплетен на работе. Поэтому надо быть очень осторожными в высказываниях и не стоит всем вокруг доверять. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.